Чемпионат Севастополя объединил сразу несколько соревновательных категорий. Такой формат допустим в пауэрлифтинге и позволяет спортсменам раскрыть свой потенциал в полной мере. За три дня соревнований в городском чемпионате успели поучаствовать около сотни спортсменов. Среди них как девушки, так и мужчины. Параллельно, например, спортсмен выступает по жиму лёжа и, предположим, по трейборю. Другой спортсмен может специальную экипировку использовать. Это специальное будет направление экипировочное пауэрлифтинг, ну или просто трейборь. Плюс возрастные нормы, то есть юноши до 18 лет отдельно выступают, юниоры до 23 отдельно и так далее. При этом, например, ветераны могут заявляться как по ветеранам, так и по взрослым. Юниоры точно так же, как по молодёжи, так и по взрослым. Городские старты объединили все возрастные категории, в их числе ветераны спорта. Александру Валянскому 51 год, из них 11 лет он занимается пауэрлифтингом. Атлет даже и не думает осматриваться на возраст и завершать карьеру. Говорит, лучше в спортзал ходить, чем дома просиживать штаны. А привёл его в этот вид спорта наш коллега, известный в Севастополе спортивный журналист Владимир Мелянский. У меня скромные результаты, но мне нравится этот вид спорта. И самое главное, я хотел сказать, меня очень поддерживают болельщики. Я им за это благодарен. Это вот редкий момент. И во время проведения соревнований в отношениях между спортсменами очень добрые и тёплые отношения. Друг друга поддерживают. И даже доброе слово, сказанное в нужный момент, когда спортсмену трудно, приносит результат. Помимо профессиональных атлетов в чемпионате Севастополя участвовали команды моряков-черноморцев и сотрудников МЧС. Стоит добавить, что спасатели впервые пробуют свои силы в городских состязаниях. Спорт действительно сильных мужчин, и нам он в принципе очень нужен и важен в работе, потому что работа очень тяжелая. Физические нагрузки требуются очень большие, особенно когда проводятся спасательные работы, какие-то разборы, завалов. В финале Севастопольского чемпионата выступают тяжеловесы. Это, пожалуй, самая зрелищная категория, потому как веса, которые поднимают атлеты, давно зашли за две сотни килограммов. Чтобы выжать такую штангу, недостаточно просто обладать незаурядными физическими данными. Нужно готовиться морально. Национальный настрой – это самое главное. Нужно быть позлее, поагрессивнее, и тогда все получится. Ну, в силе – это самое важное. Чемпионат Севастополя можно назвать отборочным. По итогам турнира лучшие атлеты войдут в сборную города-героя. Второе полугодие для них будет очень насыщенным. Только в ноябре севастопольцев ожидают три крупных старта. Первенство России среди учащейся молодежи, чемпионат по жиму лежа, а также чемпионат Южного федерального округа. Иван Клепачев, Дмитрий Лелека, Севанформбюро.